Всем привет! И сегодня вопросы, которые чаще всего мужчины хотят задать женщинам. Критические дни – это действительно так ужасно, как вы описываете. Каждый парень знает, что их милая дама сердца может превратиться в настоящего монстра именно в эти дни. Увы, им никогда не понять, каково это. Когда хочется одновременно съесть шоколадный торт целиком или кого-нибудь убить. Отсюда и вопросы. Да, парни, это действительно ужасно, просто представьте, что вы кровоточите практически неделю. А ваше настроение при этом абсолютно непредсказуемо. Да, у некоторых девушек это протекает легче, а некоторые еще страдают от физической боли. Поэтому не злитесь на нас. Обсуждают ли девушки, каковы парни в постели? Некоторые парни просто не могут удержаться, чтобы не похвастаться о победе над новой девушкой, с которой они провели ночь. Это совсем не круто, но, увы, это жесткая реальность. А обсуждают ли девушки такие темы между собой? Да. Правда, с парнями такими историями мы предпочитаем не делиться, чтобы не выглядеть в их глазах развратно. Если ваша подружка вам что-то подобное рассказала, это признак того, что вам доверяют. Радуйтесь. Имеет ли размер значение? Вопросы по поводу размера полового органа волновали мужчин еще на заре человечества. Парням любопытно, что думают девушки по этому поводу. Имеет ли размер значение? На самом деле это вопрос предпочтений. Некоторые предпочитают побольше, некоторые поменьше. А некоторым вообще все равно. Учеными, конечно, доказано, что женщины любят побольше. Но не стоит забывать, что любовь и забота волнуют нас гораздо больше. Занимаются ли девушки самоудовлетворением? Каждый парень делает это. А вот насчет девушек. Если они этим занимаются, то как часто? Большинство из нас делают это часто и с удовольствием. Влаго сексуальных игрушек сейчас гораздо больше для женщин, чем для мужчин. Хотя мы обычно в этом никогда не признаемся. Если парень девственник, то это отпугнет девушку. Не только девушки берегут себя для особенного молодого человека. Парни порой тоже принимают обет воздержания. Правда, если девушка этим гордится, то парень обычно этот факт скрывает. Часто из-за страха, что девушка им откажет, они не рассказывают о том, что девственники. Но на самом деле для девушки это вообще не проблема. Поэтому лучше честно скажите, что она у вас первая. Грудь решает жить? Мужчины, конечно, редко думают о том, каково это жить с грудью. Но иногда такие мысли им в голову приходят. Итак, отвечаем. Во-первых, грудь ужасно болит во время критических дней. Если ты еще случайно ударишься, то вообще беда. Спать на животе неудобно. Бегать без лифчика невозможно. Вообще без лифчика на улицу особо и не выйдешь. Поэтому мы иногда завидуем обладательницам небольшой груди. Потому что это действительно вызывает у нас много неприятностей. Даже не будем упоминать, сколько стоит качественное и красивое белье. Нормально ли заниматься сексом во время этих дней? Практически ни одна девушка не любит делать это во время месячных. Так что лучше потерпеть несколько дней. Мы просто стесняемся. Да и отстирывать простыни после такого не сильно хочется. Но бывают, конечно, исключительные ситуации, когда мы не против. Почему вам так нравятся плохие парни? Один из самых больших мужских страхов – это попасть во френд-зону. Нет ничего больше, чем быть просто другом. Самое ужасное, что девушки действительно часто влюбляются в парней, которые их не заслуживают. Однозначного ответа тут нет. Некоторым девушкам просто нравятся захватывающие и волнительные отношения. Подобные переживания дают девушкам эмоции, которых в хороших отношениях иногда не хватает. А какие вопросы остались у тебя? Задавай в комментариях. Я думаю, что девушки нам с радостью ответят. Ну что ж, не забывайте ставить лайк и делиться этим видео с друзьями. С вами был Смартик. Всем пока!